Завтра в Одессе обещают назвать имена главных коррупционеров. Заявление на пресс-конференции планируют сделать объединение «Депутатский контроль», члены которого приехали в город на выездное заседание. Они изучали работу в том числе таможни и фискальные службы. По их словам, в Одессе коррупция имеет самый яркий характер, а старые схемы, которые были при Януковиче и Курченко, частично остались. К сожалению, конкретные госслужащие сегодня ходят, консультируются и работают под бизнес, под контрабандистов, проводят совещания в конкретных кабинетах у контрабандистов. Мы на прошлой неделе проводили неофициальную встречу, собрали очень много информации по поводу конкретных случаев контрабанды. Я думаю, мы завтра озвучим вам фамилии, мы озвучим вам суммы, мы озвучим группы товаров, количество контейнеров, которые воруются ежедневно и даже сегодня. К слову, на Одесской таможне до сих пор работают люди, которые попали под закон об очищении власти. Кроме того, депутаты озвучивают мнение импортеров. Что, выполняющий обовязки начальника одесской митницы, внис 6 березня, внис соответствующие изменения до своего распоряжения от 5 лютого, про удосконалення контролю за здійсненням митних процедур, яким зобовязав начальників митних постів Григорівка, Одеса-Порт та Іллічицьк направляти товари в морських контейнерах для проведення митних формальностей до ряду митних постів та містоставки складів Одесщини лише за письмовим погодженням начальника митницы. Так от, імпортери нам говорять, що це лоббіювання певних інтересів і тих інших суб'єктів, які надають ці послуги, по-перше. А по-друге, що отримати погодження начальника митниці законним шляхом фактично неможливо. Фактично це є створення передумов для пропонування незаконної ваногороди. По результатам поїздки в Одесу депутати планирують подготовити предложення і записку президенту з прем'єром. Главним лицам держава також обещають передати список с іменами людей, котрих пора відстрінити від займаючих должностей.